Звучит музыка Дорогие братья и сестры, с радостью приветствую вас на пороге Великого Поста. Церковь называет пост весной духовной и радуется его приходу. Воссия просвещение душ наших, все время благоприятное, все время покаяние. Все, что происходит в Церкви во время Великого Поста, призвано согреть, напитать и исцелить человеческую душу. На кануне Поста в храмах совершается трогательный и умилительный чин прощения. Мы должны помнить, что в каждом ближнем нам открывается Господь, что именно в отношениях с окружающими нас людьми проверяется наше христианство. Между тем, мы часто невнимательны к ним и обижаем их вольно или невольно. Просьба о прощении – наш первый шаг навстречу и к Богу, и к людям. В храмах в эти дни совершаются особые богослужения. Я хотел бы всем посоветовать в Великопостные дни почаще бывать в храме, внимательно вслушиваться в то, что читается и поется за службой. Тексты Великопостных богослужений говорят очень многое о смысле человеческой жизни, об истоках наших поступков и о том, что такое грех и добродетель, покаяние и молитва. Очень часто в своей жизни мы обращаемся к Богу исключительно с просьбами. Привыкаем повторять «Дай Господи!», но подлинная молитва – это пребывание с Богом. Это возможность уже здесь, на земле, быть со Христом. И если душа почувствовала это присутствие Божие, молитва становится ей необходима как дыхание. Пост – это время особого внимания к своей душе, когда нужно очень честно, очень трезво относиться к самим себе. Надо сравнивать нашу жизнь, мысли, поступки с тем, к чему призывает нас Евангелие. Постараться увидеть, что в нас есть плохого, недолжного, а затем постараться избавиться хотя бы от некоторых своих недостатков. Когда мы начинаем с ними бороться, то видим, как крепко они приросли к нашему сердцу. Поэтому борьба с грехом бывает такой трудной и болезненной. Но Господь помогает нам в этой борьбе и исцеляет в покаянии нашу душу. Внимание к себе помогает нам по-новому взглянуть и на нашу ежедневную обыденную жизнь, наши взаимоотношения с другими людьми и исправить то, что необходимо. Пост – это светлое время надежды. В Великом Каноне преподобного Андрея Критского есть замечательные слова о том, что может Бог прокаженное житие убелите и очистите. Сколько бы ошибок и грехов не совершил человек в своей жизни, если он обращается к Богу с покаянием, Господь слышит его молитву и избавляет от греховной тяжести, уныния и отчаяния. Дай Бог, чтобы эта надежда всегда жила в наших сердцах, чтобы мы прошли удивительное, святое, благодатное время Великого Поста с пользой для души и с радостью, чистым сердцем прославили светлое Христово Воскресение. Здравствуйте, уважаемые зрители! Здравствуйте, Владыка! Здравствуйте! В дни поста меняется жизнь в целом, и, конечно же, она отражается и на богослужениях. Чему службы во время поста могут научить? Богослужение всегда учит человека обращаться к Богу, обращаться к Богу с молитвой. Богослужение назидает, поскольку оно состоит из текстов Священного Писания. Оно назидает, потому что оно призывает нас к взаимному прощению. Богослужение объясняет нам какие-то истины богословия. Это назидание и научение всегда, не только во время Великого Поста, но Великим Постом оно становится значительно длиннее и гораздо строже, проще, чем обычно. Поэтому требует от человека большего внимания. Дело в том, что ведь богослужение, известный наш богослов Павел Флоренский, назвал как-то синтезом искусств. Когда на человека, находящегося в храме, действует и, собственно, обстановка храма, и его, так сказать, убранство, иконы, иконостас, пение, кождение фимиамом. То есть задействованы все органы чувств, слух, зрение, обоняние. Весь человек как бы участвует в богослужении. Великим Постом все значительно строже. То есть убираются максимально все отвлекающие от смысла составляющие части богослужения. И оно требует от человека большей собранности, большего внимания, большего труда. Вот это особенность Великого Постного Богослужения. Спасибо, Владыка. Пожалуйста. До свидания, уважаемые зрители. Для жителей Симбирска-Ульяновска встреча с поэтом и журналистом из Саратова Мариной Бирюковой была долгожданной. Многие ценители поэзии знали стихи и прозу Марины Александровны, опубликованные в литературном журнале «Симбирск». Для меня эта встреча будет личной впервые. Но внутренне, заочно я давно для себя открыла Марину Бирюкову как поэта. А на большом нашем литературном пространстве Марину Бирюкову такие значимые литературные критики признали уже давно, как Ирина Роднянская, Бавил Крючков. Замечательная была подборка в журнале «Фома» ее стихов и в журнале «До этого Орион». То есть Марина Бирюкова поэт даже без дополнительных эпитетов. Это самое важное. Поэт глубокий, глубинный. Творческая встреча «Не ищите нового, ищите вечного» ко дню православной книги прошла в читальном зале Ульяновской областной научной библиотеки Дворца книги. Ведущей творческого вечера стала главный редактор литературного журнала «Симбирск» Елена Кувшинникова. На встрече присутствовали представители литературных объединений города, прихожане храмов и участники движения «Симбирская православная молодежь». Марина Александровна рассказала о своем творческом пути и прочитала стихотворение из авторских сборников. Затем она ответила на вопросы из зала. Я не пою, но нарушен победой. Плохо, истяшно, щитом, ищем, что есть победа. Это научно смирить думать, а больше совсем не о чем. Только только, как с высихологией белой массы, великого к земле, думать, не в том, оставаться свободнее. Выключи трубы и начни в стаде, синий шторм свою отодвинуть, мягкий пустой слегопазарный, что он не мог бы поговорить, снова люба убеждать в сновь, кто не поймал на душу и прощает, кто прикрывает успешные победы, кто посещает, когда посещает грешную землю, прощающую себя. Сотрудник информационно-издательского отдела Саратовской епархии, журналист, постоянный автор порталов «Православное по Волжье» и «Православие.ру» Марина Бирюкова является автором четырех сборников стихов. Для поэзии Марины Александровны характерны чувства нерасторжимой связи с миром природы и надежды на чудо, которое непременно должно случиться. Ее стихи отличают сочетание философской глубины и пронзительного лиризма, «Удивительная способность одушевлять мир». Это ее первая творческая встреча с ульяновскими читателями. Особенно отрадом для нее стал факт, что эта встреча состоялась накануне дня православной книги. Книга – это тот сосуд, которому передается огонь. Огонь передается через века, огонь передается через тысячелетия. Поэтому, наверное, нет смысла долго говорить о том, насколько значима вообще, насколько важна для нас книга. И в современных условиях дело не в интернете. В интернете тоже есть книги, они тоже хорошие, они тоже там выложены, они там размещены. Дело в том, что современные цивилизации, к сожалению, человека приучают к такому клиповому мышлению. То есть человек не может задерживать надолго свое внимание на чем-либо. Это одна из наших действительно задач. Вновь и вновь и вновь разными способами, уж не знаю, с каким успехом, но возвращать людей к книге, не только молодых, всех. Творческая встреча никого не оставила равнодушным. Это были новые, свежие, литературные, поэтические эмоции. То есть она рассказала о себе, рассказала о своем творческом пути. Вот такая замечательная книжечка приобретена, где ее замечательные стихи. И хочется сказать, что нечасто в жизни встречаешь вот таких вот умных, мудрых людей, которые говорят о том, что в принципе мы все должны задумываться о том, что первоначально смысл жизни в том, что мы созданы действительно творцом. Мы не должны об этом забывать. Марина Александровна передала сборники стихов «Чувство весны» всем гостям творческой встречи. Она попросила помочь старинному восстанавливающемуся храму в селе Стригай Базарно-Карабулакского района Саратовской области. Сергей Николаев, Юрий Конихин, Симбирская митрополия. Симбирская митрополия.